Здравствуйте! Вы смотрите видео новости газеты Нюрнберг от Сайтунг. Кто пользуется общественным транспортом в Нюрнберге, наверняка особенно в вечернее время сталкивался с пассажирами, в руках которых была бутылка пива или другой алкогольный напиток. В последнее время особенно молодые люди, едя на дискотеку, а также футбольные болельщики, распивали алкоголь в автобусах, трамваях и электричках. Этот факт всегда вызывал большое недовольство пассажиров. Как показал их опрос, в июле 2009 года 77% высказались за запрет распития алкоголя в общественном транспорте. Это послужило новому указу, действительно запрещающему спиртные напитки при езде по городу. Указ вступит в действие 1 января 2011 года. Полиция будет регулярно проверять соблюдение новых правил. Диагноз «рак легких». Эта участь постигает очень многих людей. К сожалению, из 10 заболевших выживает только один. Это прежде всего связано с тем, что рак легких обнаруживает, когда уже поздно. Улучшить эту ситуацию решили медики университетской клиники города Эрлангена. Восемь отделений клиники соединены теперь в Центр лечения рака легких. Информацию о новом медицинском центре можно получить с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов по телефону 091-31-85-320-47. С чем только нюрнбергской полиции не приходится столкнуться. На прошлых выходных полицейских вызвали в один из домов в районе Костенгов после того, как там в подъезде была найдена змея. Но этим дело не закончилось. В одной из двухкомнатных квартир полицейские обнаружили 60 змей, хоть и не ядовитых, 200 крыс и мышей. Змей взял на попечительство нюрнбергский зоопарк, а мышей и крыс отвезли в приют для животных. Хоть нюрнбергский футбольный клуб ФЦН в этом сезоне играет достаточно успешно и даже уже был в таблице впереди Байан Мюнхен, но при встрече с мюнхенским знаменитым соперником нюрнбергцы конкуренции не выдержали. 14 ноября ФЦН проиграл Байан Мюнхен со счетом 3-0. А в конце передачи, как всегда, мое предложение, чем бы вы могли заняться в наступающие выходные. В субботу 20 ноября в 18 часов в Культур-Ладн-Рюйтенбак в цикле лекций на русском языке Фредрих Мец расскажет о золоте Фракии. Ну вот и все. На сегодня наши новости подошли к концу. Я прощаюсь с вами и буду рада, если вы будете со мной в следующую среду, когда выйдет новый выпуск новостей. А общую информацию о Нюрнберге-Регоне вы найдете, как всегда, на страницах нашей газеты или в портале по адресу www.nz.de. До встречи!